хорошее регрессивное тестирование это как сексу подростка все говорят о нем но ни у кого не было или почти ни у кого возможно это устаревшее утверждение ну как бы это сказать это абсолютно нормально для регрессивного тестирования почему я решил поговорить именно о регрессивном тестировании потому что я думаю что мы делаем не то что что-то неправильное но менее полезное в плане регрессивного тестирования я не верю в то что есть что то есть верное правильное и неправильное в отношении тестирования я скажу что есть вещи полезные и бесполезные вот у меня такой подход такая идея касательно тестирования. Меня зовут Джора Захарчев. Я координатор обеспечения качества в СИВЕС. Это международная компания. Мы по всему миру представлены, но базируемся в Македонии. И у нас есть команды по тестированию ПО и клиенты по всему миру. Кроме того, я консультант по тестированию ПО. Работаю в коммерческих проектах, как все остальные в компании. Но всего 24 часа. В сутки 8 часов на клиента, 16 часов. Остальные можно использовать для чего-то еще. У меня практически опыт уже более 12 лет. Начал в 2006 году. Я был очень молод. После средней школы, когда начал учиться в колледже, я стал заниматься этой деятельностью. И я также преподаю тестирование ПО. Окончил академию тестирования ПО в Македонии. И также в университете преподаю в НИШ практическую деятельность по аспирантуре. В Сербии, в разных странах, не только в Македонии. Кроме того, я выступаю на различных конференциях, на разных встречах по тестированию в Македонии, Сербии и Болгарии. Больше в Сербии и Болгарии, потому что в Македонии у нас не такое уж большое комьюнити. У нас, может, одно мероприятие раз в два года проводится. Это не так уж много. Кроме того, я провожу тестирование автоматизации и Эджайл. Я проповедую это. Я люблю исследовательское тестирование. Я люблю подход, такой более полезный к автоматизации. Другой подход. Я много буду говорить. Я обычно говорю очень быстро, но сегодня я постараюсь говорить медленнее, чтобы легче было переводить. Это очень интересно, потому что иногда в Македонии мы говорим на разных диалектах. В Македонии эти диалекты очень быстрые, и даже в Македонии меня некоторые не понимают, что я говорю. Поэтому у меня такой очень специфический талант, и я сегодня попытаюсь говорить очень медленно. Для меня это, конечно, очень непривычно, но буду стараться. Какая у нас повестка дня? Какой план? Сначала нам нужно определить способы, как определить решение, как подходить к какой-то деятельности. Если вы не определите этот подход, вы не будете знать, что устранить, и не будете получать обратную связь, не будете знать, как провести отладку, потому что не будете знать правильного метода. Кроме того, нужно определить, что непосредственно такое регрессивное тестирование, какова цель, и как найти способы улучшения этого тестирования. И также некоторые способы нового подхода к регрессивному тестированию. И также рекомендации, что нужно делать дальше, как продолжать нашу работу. Давайте начнем с самого начала. Как мы проводим регрессивное тестирование? Мы его проводим разными способами, многочисленными. И хочу сказать, что он спрашивал людей в Сивас, в нашей компании, и спрашивал, как мы проводим регрессивное тестирование. И обычно все говорят, что уже больше 15 лет этим спрашиванием тестирование ТПО. И этот случай для меня был очень интересным, потому что, по словам одной женщины, хорошее тестирование регрессивное можно достичь за счет увеличения команды. Потому что, допустим, если 10 спринтов, нужно начать тестирование всего от нуля до 10 и так далее. В зависимости от того, что нам нужно учить, достичь. И после только нескольких спринтов нам можно достичь цели. Потому что есть только две команды, то нельзя достичь цели тестирования. Это один из триггеров, которые, может быть, вызвали такую презентацию. И были причиной того, что я стал говорить о регрессивном тестировании. Давайте подойдем с другой стороны. Традиционная среда, и может быть, период в течение одного года, когда мы проводим регрессивное тестирование, затем повторно проводим регрессивное тестирование. И даже если говорим, что мы правы, но Agile, поверьте мне, есть один проект в Сивас, который Waterfall, то есть как водопад. Это не означает, что он умер, упал, потому что клиент так говорит. Но мы проводим регрессивное тестирование, которое практически месяц без сна. Никто не спит в течение этого месяца, потому что люди работают сверхурочно, много, слишком работы выполняем, не можем устранить баги и так далее. Потом у нас есть среда Agile, гибкая среда, и во время регрессивного тестирования 4 дня до спринта, допустим, если у нас 2 недели, для этого 4 дня спринта. И когда первый тест проводится на этом моменте, то у нас остается один тест, и потом еще регрессивное тестирование через 2 дней. Иногда это не очень хорошая идея. Это самый обычный способ проведения этой деятельности. Есть еще редкий случай, может быть, для кого-то это нередкая ситуация, нормальная, когда у нас есть что-то, то, что называется 2 плюс 1. 2 плюс 1 означает 2 недели тестирования и 1 неделя регрессивного тестирования, потому что разработчики знают, что чем позже они дадут нам коды и так далее, тем хуже будет для нас, и нужно будет давать код по новой, и мы не будем тестировать 2 недели. У нас будут всякие встречи, планирования, много разных вещей, но на самом деле регрессивное тестирование будет проводиться в течение последней недели, и тогда нужно тестировать абсолютно все. Это что, регрессивное тестирование или обычное? Какие случаи, как люди делают это? У нас есть замораживание кода, поверьте, это так бывает. Никто не подходит к коду до последней недели. Как можно не работать с кодом за 5 дней до выпуска? Потому что говорят, что все изменения проводятся в течение последнего дня. Да, это все этого ждут, да, это обычная практика. И есть достаточно длинный период выполнения, то есть 1-2 недели принт, это слишком много. Кроме того, есть нефункциональные цели, потому что мы не провели тестирование, нужно все границы протестировать, все UI, все фильтры, все что угодно. Все это на этой странице нужно протестировать, то, что протестирование не было проведено до этого, и потому что слишком поздно. И снова тестирование никогда не проверяется снова. То есть количество тестов увеличивается, и не находятся баги или недостатки, и все это увеличивается, и увеличивается. Мы же не можем после одного года нанять 100 сотрудников. Это не очень хорошо, если будет 100 сотрудников в команде, и команда начнет с одного тестировщика. Это нонсенс, потому что мы знаем, что в Scrum не может быть больше 9 человек в одной компании, включая разработчиков, тестировщиков и бизнес-аналитиков. И чтобы прийти к какому-то решению, чтобы решить эту проблему, необходимо определить, что на самом деле представляет из себя регрессивное тестирование. Мы знаем сейчас, что есть проблема, и что нужно устранить, какие недостатки. Но нужно найти метод, способ, предложить разные варианты. И регрессивное тестирование – это разработчики на самом деле, как мы смеемся, что они не пишут коды, а пишут какие-то баги. То есть, возможно, люди хороши в программировании, но все равно они дают какие-то дефекты. И регрессивное тестирование – когда устраняешь один баг, но одновременно добавляешь несколько новых багов. То есть, это такое регрессивное тестирование по определению разработчиков, но, конечно же, не по определению тестировщиков. Давайте посмотрим, на самом деле, реальное определение. Если посмотреть в Википедии, мы увидим определение, что регрессивное тестирование – это вид тестирования ПО, которое обеспечивает, что заранее разработанное и протестированное ПО по-прежнему работает таким же образом после того, как оно было изменено или было связано по интерфейсу с другими ПО, изменения могут включать улучшения ПО, пэтчи, изменения, конфигурации и так далее. Во время регрессивного тестирования новые баги ПО могут быть найдены, иногда используется анализ ПО, и это может повлиять на предлагаемые изменения. И хотя решение включено, это определение, потому что нужно проводить не только регрессивное тестирование всего продукта, но иногда регрессивное тестирование патчей, изменения конфигурации и так далее. То есть не нужно нам делать это на протяжении всего регрессивного тестирования. А что касается решения, иногда анализ изменений и их влияния выполняется для определения областей, на которые могут повлиять предлагаемые изменения. То есть мы должны точно знать, на что повлияет это и какие будут последствия. То есть в фамилии система должна быть нам знакома, чтобы мы знали, что нужно изменить. Есть несколько разных техник, методов проведения тестирования СТО. Это все самые бесполезные. Тестировать абсолютно всё. Некоторые говорят, ну, нужно всё протестировать, чтобы обеспечить, гарантировать. Возникает так много вопросов. Действительно необходимо? Какое стоит объяснение за этим? Есть ли у нас на это время? Мы после того, как проводим выбор регрессивного тестирования, мы определяем, что нужно делать на основе определенных критерий. И приоритизация некоторых тестовых вредов. Низкий, средний, высокий. На основе этого мы принимаем решение, что в первую очередь будем делать, если останется время, чем мы займемся во вторую очередь. И последнее, и, может быть, самый полезный способ – это использование гибридного подхода. На практике у нас, мы пришли к выводу, что гибрид, то есть смешивание различных подходов – это один из самых лучших подходов. Возможно, один из самых лучших способов – это гибридный. И тут возникает парадокс Бориса Байзера, или, не знаю, как правильно его фамилию произносить. И он думает, что если одни и те же тесты повторяются снова и снова, в конечном итоге один и тот же набор тестов не приведет к каким-то новым дефектам или багам. Это верно. Если мы в каждый спринт будем проводить одни и те же тесты все время, то, конечно, наши дефекты станут, у них будет выработан иммунитет к нашему тестированию. Так же, как и в сельском хозяйстве, если вы будете с одними и теми же пестицидами иметь дело, то все время различные заболевания, они будут реагировать на эти пестициды, и уже не будут никак реагировать на эти пестициды. И то же самое, если принимать лекарства. Если все время принимать одно и то же 20 лет, то уже отпадет в этом необходимость. Давайте посмотрим некоторые тесты. Некоторые факты в отношении агрессивного тестирования выполняются в отношении изменений по существующей функциональности, то и устранение багов проводится с использованием многих методов, и если используется какой-то подход, то, конечно, приводит к тому, что изменения ПО не поверяют на нынешнюю функциональность, и в управлении проектами agile-процессами, когда разработка цикла очень короткая, тогда требуется мало ресурсов, тогда требуется изменение ПО, необходимо провести регрессивное тестирование, и если мы проводим слишком много времени для регрессивного тестирования, как реагировать на заявки, как проводить это тестирование в последний день спринта, и сложно проводить регрессивное тестирование для компонента третьих лиц, сложно, потому что нет конкретной организации лица, и мы выполняем иногда для них регрессивное тестирование, для них есть ли необходимость для ПО этих организаций, если оно плохое, то оно плохое, или не нужно его вообще использовать, или нужно спросить их, что может случиться, чтобы они делали тестирование. Следующий шаг – это повторное изобретение регрессивного тестирования, то есть внедрение новых, свежих идей, и не только идей, но и моментов, которые будут эффективными. Как же заново изобрести регрессивное тестирование? Можно использовать простейшую эвристику. А вы знаете вообще, что такое эвристика? Кто-нибудь в курсе? Эвристика – это эмпирическое правило. В 17-18 веке использовали большой палец для различных измерений, не было никаких измерительных приборов, то есть больше практика и меньше теории. Практически отсутствует какая-либо теория. На практике получается, что результаты отличаются, поэтому это эмпирическое правило может нам существенно помочь. Это эвристика RC, 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 RC – это мемоника, то есть то, как мы можем запомнить имя. Каждая из этих букв имеет собственное значение, и это не означает, что из этой последовательности мы должны использовать все подряд. Нам необходимо взять то, что пригодно для нашего тестирования, исходя из этой группы. Определив базу, нам необходимо посмотреть, что относится к нашему софту, а что нет. То есть провести некое аранжирование, придать им какие-то веса, приоритизировать. Впервые это было изобретено, либо введено в 2011 году на конференции в Майами Кэрином Джонсоном, который изобрел эту эвристику. Давайте начнем с того, как определить эти группы. Как провести группировку. Начнем с первой буквы R, RISC, недавняя. Какие новые свойства или новые зоны или области кода были добавлены? Что изменилось в последнее время, и о чем мне необходимо думать с точки зрения тестирования? в свете этих изменений. Что было в новинку пять спринтов назад, а что является актуальным, самым последним в отношении текущего спринта? То есть не только то, что было введено недавно в практику, а что будет иметь последствия, что будет отражаться на результатах тестирования. То есть помимо вопроса, что является новым, нужно ответить на вопрос, как меняется функционал. Речь идет о приличном объеме тестирования, которое мы реализуем в нормальных условиях. Далее, for, буковка C. Здесь мы смотрим на то, какие критические функции или свойства должны продолжить свою работу, исходя из этой логики. Какие наиважнейшие, критически важные функции должны продолжить свою работу? И чем занимается это приложение? Главным образом, если у нас есть приложение с функционалом на 10 страниц, какой функционал является стержневым, ключевым. Скажем, регистрация, вход в систему, логин. Мы это тестируем по миллиону раз. А что если предусмотрены разные уровни? Да, пользователи будут использовать и другие уровни. Разработчики что-то там напортачили в коды, а какой-то там неверный вход пересмотрели. И я видел приложение с неверными паролями, поскольку никто не задумывается о ключевом функционале. В данном случае нам не нужно выходить за рамки шаблонного мышления. То есть нужно как раз мыслить шаблонно. Что входит в это ПО? Каково его предназначение? Вот ключевые вопросы. Далее, третий вопрос, третий раздел, посвященный рискам. Какие характеристики или области кода являются более рискованными? И какие нам нужно обеспечить гарантиями безопасности? Весь ли функционал действительно сопряжен с риском? Если спросить меня, я бы сосредоточил внимание точечно на нескольких разделах. Во-первых, это платежи. Большая часть наших инструментов определяется таким образом, чтобы клиенты могли с легкостью выбрать любого вендора. И нам нужно доказать, что наша программа является совместимой с ними. Интеграция с поставщиками интеграторов. Несколько лет тому назад, СМЛ и другие темы были очень интересными и популярными. И вот эти провайдеры идентичности тогда стали очень популярными. В состоянии ли мы поддержать всех этих провайдеров? Я работал с некоторыми из них, и на самом деле они не соответствуют характеристикам СМЛ-протоколов. Должны, но не всегда соблюдают все эти провайдеры. Просто они пытаются добавить какие-то новые вещи. Далее, буква C – конфигурация. Здесь мы думаем о том, какова наша окружающая среда, каковы ее характеристики и как она отражается на тестировании. Скажем, у меня есть код, и я его включил в испытательную среду, а затем в производство. Что произойдет с изменениями, в частности, связанными с отправлением имейл? Иногда мы используем систему, которая связана с СМС-вендорами. Нам нужно посмотреть, используем ли мы испытательную среду, либо же используем производственную среду. То есть нам нужно удостовериться в том, что мы используем именно производственную среду. То есть нам нужно проводить тестирование в разных средах. Если взять текстовый файл, к примеру, который часто сохраняют, и вообще такое происходит постоянно, используется copy-paste, и мы забываем о каких-то нюансах, которые многие забывают. Мы просто делаем copy-paste, но не всегда все так просто. По этой причине тестирование конфигураций происходит крайне редко. Если мы, к примеру, осуществляем интеграцию каких-то компонентов кода, но тем не менее это крайне важно. И зачастую нужно тестировать сабсеты, поднаборы для того, чтобы охватить все. Следующий момент – это ремонт и восстановление. Как часто необходимо подвергать повторному тестированию дефекты? В регрессивном тестировании мы практически не занимаемся дефектами. Нам не нужно включать закон о дефектах, какие-то иные и черные функциональности. Сейчас большое количество стартапов продают, скажем так, лишь визуальную часть своего проекта. Как часто проводить повторное тестирование дефекта? Один раз, а потом забыть? Либо перед поставкой провести повторное тестирование? Сколько? За сколько до поставки? За пять, за десять недель? Если у нас пять критических, то нужно пять разработчиков, пять тестировщиков. Другого решения быть не может. Какой код был изменен для решения проблемы дефектов и мог привести к появлению других вопросов? То есть мы смотрим на то, какие изменения произошли и какое тестирование мне необходимо провести, исходя из исправленных дефектов и какое влияние это будет иметь на общий результат. И есть еще одна компонента – Chronic. Есть постоянно какой-то элемент кода, который постоянно ломается, и нам приходится его ремонтировать. Это как хроническое заболевание. Это означает, что, да, есть такие коды, которые хронически страдают и испытывают какие-то затруднения постоянно. Бывают наследственные коды, которые связаны с большим количеством багов. Есть коды, которые написаны неопытными разработчиками. И здесь есть два варианта – либо уволить таких разработчиков, либо запросить доп. анализ соответствующей области кода. То есть не нужно постоянно проводить повторное тестирование. Два решения – уволить разработчика. Ну, можно, конечно, найти другого. И второе – попросить провести дополнительный анализ, либо провести рефакторинг кода. Зачастую мы забываем о миграции данных. Да, тестируем, проведем регистрацию на том или ином счете. И, как правило, мы работаем с банковским правом, проверяем все счета, которые уже существуют в системе, и регистрация в банках осуществляется раз в месяц, так как те, кто владеют счетами, нередко просто приходят в банк. И однажды был у меня случай. В частной жизни мой банк ввел мобильное приложение несколько лет тому назад. Там происходила миграция данных, но не все данные были перенесены. То есть приложение было разработано в старой среде, они кое-какие изменения внесли уже в новой среде, на новом сервере. И я не мог видеть, не отображались мои карточки, мои кредиты, не видел всю историю платежей своих. И так как у меня есть кредиты, я задал вопрос, а где вообще данные, за которые я уже заплатил, по вашей логике? Несмотря на то, что я погашал кредит, я все равно вам должен все эти деньги. Я незамедлительно связался с банковской службой, они отреагировали, разработали исправленную версию, вы поблагодарили даже меня за то, что я указал на эту ошибку, никто ее не выявил. Просто все исходили из мышления тестировщика, думали, я заплачу по этому счету, а что если я, окажется так, что я опять должен волнать деньги. Поэтому, особенно в банковской сфере, перенос данных крайне важен. Многие забывают об этом, и я постоянно вынужден бороться с такими кадрами, которые выпускают из виду. Они говорят, вот, софт уже работает. А я говорю, нет, там тысячи, десятки тысяч регистрационных записей в старых базах данных. А если взять инфраструктуру, переход с одной версии на другую, с Амазона на другую, и еще, наверное, не нужно забывать, что используются разные версии программного обеспечения. Можно выявить потенциальные зоны угрозы, места, где что-то может пойти не так. и попытаться придумать потенциальные решения, касающиеся тестирования. Какова периодичность выпуска новых релизов? Что делать с запросами в последний день? Может, кто-то заболел, или пошел в отпуск, и не остается уже тех пяти дней. из-за того, что не три человека осталось, а один человек, который должен выполнять работу в пятерых. Задумайтесь об этом. Нужно тщательно подходить к срокам. И достаточно ли мы проверяем качество во время тестирования, даже если есть многие месяцы регрессивного тестирования, возможно, не будет от этого никаких преимуществ, никаких положительных моментов. Начинайте тестирование с предыдущей истории, и тогда проведите хорошее регрессивное тестирование. Что касается документации, как документировать, проводите простые чек-листы и отслеживайте результаты. Если у вас этого не будет, то у вас не будет и преимуществ. Используйте MindMaps. Вы знаете, что это очень мощный инструмент, как получать новые идеи, потому что вы все визуализируете и используете это чаще. Легко в использовании и легко в совершенствовании. То есть, если кто-то занимается разработкой, три правила использования отходов или потерь, которые у нас могут быть. Конечно, в идеале, чтобы у нас не было никаких недостатков отходов, и их нужно свести к нулю. И избегайте Excel, Word и так далее, потому что этот Excel нужно отправлять, кто-то рассматривает старую версию. Используйте инструменты, которые, чтобы вы знали, какая цель этого инструмента, отслеживание результатов. Тестируйте инструменты управления. Джиром можно использовать, удобно конфигурировать и так далее. Как это автоматизировать? Ну, не только UI. Лучше создавать то, что может ускорить тестирование. Создавайте данные за ночь, и утром уже начинаете использовать эти данные. Автоматизируйте веб-сервисы. Практически, когда люди говорят об автоматизации, все говорят обычно веб-автоматизации. Я обычно начинал с... Я бы начал с автоматизации веб-сервисов. И автоматизируйте UI, но не все детали, а ключевые функции. И также выполняйте тесты производительности, потому что они могут быть полезны для тестирования инфраструктуры. Когда проводим изменения, мы можем легко их использовать для тестирования инфраструктуры и достигать результатов. Ну, подведение итогов, рекомендации, регрессивное тестирование с традиционным подходом слишком длительное и зачастую бесполезно. Фокус должен быть на изменения и воздействия на систему, и должны быть четкие критерии, и проводиться должно быстрее. В этом парадокс, как получить решение за меньший период времени. Регрессивное тестирование в среде agile должно проводиться в рамках разумного времени. Что это значит? Несколько часов или все больше, чем 4 или 8 часов, это уже неразумные сроки, потому что могут изменения проводиться в течение дня. И нужно адаптировать позитивный опыт, как шаг один, чтобы проводить адаптацию в соответствии с текущими тенденциями, чтобы получить преимущество. И должна быть выгода для вашей организации. Не думайте, что что-то вам поможет, потому что это было в интернете. Попытайтесь, попробуйте и подумайте, как это можно адаптировать к вашему текущему проекту. И используйте вот эти инструменты АСИ, 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 и посмотрите, как это поможет вам в регрессивном тестировании, и сосредоточьтесь на воздействуемых областях. Это все, что я хотел вам рассказать. Может быть, есть вопросы? Кроме того, у нас есть и майки для самых лучших вопросов. Привет. А что именно было заново изобретено здесь? На самом деле, заново была изобретена эвристика, как приоритизировать способ приоритизации и как разработать критерии для проведения тестирования. Это способ приоритизации и выработка новых критериев риск, риски, кроник и еще что-то. Добрый день. Возможно ли создать какие-то критерии для выбора? Да, это один из критериев, кстати. Некоторые группы критериев, я знаю несколько других, потому что АСИ, 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 это для меня было недостаточно. И другие использовали инфраструктуру, связанные критерии. Критерии, кроме того, связанные с мигрированными данными, это не является частью этого подхода. Но это все-таки тоже критерии. Если мы можем все разбить на 6 или 10 групп, то не нужно использовать, может быть, все 10 групп одновременно, но в некоторых случаях мы используем ключевые функции, функциональность, связанную с инфраструктурой, потому что нет изменений, нет необходимости в какой-то отладке. и проводим только изменения инфраструктуры в рамках этого спринта. То есть в зависимости от того, что вы делаете, такие критерии, в зависимости от того, как себя какие-то вещи показывают, то есть не обязательно все 10 вещей сразу использовать. То есть нужно смотреть, что мы сделали, и тогда, возможно, не нужно будет, и тогда мы поймем, что нужно выбрать. Допустим, причина в коде, а связано это с инфраструктурой, и тогда мы… Вы понимаете, о чем я говорю. А легко ли управлять этими критериями? Нет, не сложно, потому что вы можете просто использовать чек-лист, вместо того, чтобы проведение сотен разных тестов, вы просто имеете чек-лист, может быть 60 тестов, и если умножаете время выполнения, то есть это легко управлять, это легко поддерживать, это легко проверять на регулярной основе, можно проверять это несколько раз при необходимости. Спасибо. Добрый день. Я права, что вы говорите в основном о ручном тестировании? Да, потому что даже если проводить автоматизацию, нужны четкие критерии, как, что автоматизировать. А вы пытались мапировать, сделать карту этой юристики, этой автоматизации, когда покрытие близко к 100%, когда все автоматизировано, и услуги, и UI, как все это работает? Возможно, в некоторых случаях клиент… Я, правда, с этим не сталкивался никогда, когда хотел, чтобы было автоматизировано на 100%, когда были бы деньги. Ну, давайте предположим, что у нас есть деньги, чтобы все автоматизировать, и есть отдельная команда, которая будет этим заниматься. Это возможно для данного случая? Да, если у вас нужно что-то автоматизировать, 100%, то какое время для проведения этого? Сколько времени потребуется? Одна ночь, может быть, одна ночь? Это очень маленькое тогда приложение. Тогда не нужно решение для того, чтобы снова изобретать эвристику. Извините, я вас перебила. Да, по сути, объединение этих двух вещей… Если 100%, это, конечно, недостижимое число. Если честно, это не может произойти, но если есть какое-то разумное количество тестов, то снова нужно их проверить, сделать их обзор, чтобы посмотреть вот этот ПО, реагирует оно на ваше тестирование или нет. Автоматизированные тесты – это не сколько больше тестирования, а больше проверки. То есть, что-то сначала нужно протестировать для того, чтобы потом его проверить. И, может быть, первый шаг – это продолжить автоматизацию, то есть, проверить, что требуется в первую очередь для данного спринта. Потому что, если нет специальной команды для автоматизации для текущего спринта, 99%, что это невозможно. Потому что клиенты, для них это слишком дорого, они пытаются сэкономить средства для того, чтобы снизить ручное тестирование вместо того, чтобы что-то увеличивать. И когда вы что-то делаете, поскольку у вас есть бюджет 20 миллионов долларов, и вам нужно его как-то потратить, да, это, конечно, нормально, но это должен быть шаг один до того, как вы перейдёте к дальнейшей автоматизации. Спасибо. Спасибо. Как правильно пишется ваше имя Джоре? Джора, пожалуйста, расскажите нам. Можете говорить немножко помедленнее, потому что вы говорите как Google Translate второго уровня, но я никогда не пытался. Мне нужна практика, очень много практики, чтобы это сделать. Потому что для меня сначала вы говорили медленно, потом вы очень ускорили температура. Да, но я уже не могу говорить медленнее. Извините, я просто никогда не говорил медленнее. Сегодня утром меня попросили говорить помедленнее, и на самом деле для меня это очень проблематично, поверьте. Для меня сложнее говорить медленнее, чем вам поменять меня. Спасибо за презентацию. Но у меня такое чувство, что ваша стратегия в основном подходит для тестировщиков, которые используют Glass Box Texting или White Box Texting. Нам важно определить, какая... То есть чёрный ящик, Black Box. Мы хотим определить, какая часть изменилась. Давайте забудем об этом подходе. Давайте поговорим о среде, когда у нас коммуникация с разработчиками. Если мы общаемся с разработчиками, мы можем составить список, если у нас нет этой коммуникации. Любой подход на основе какого-то ящика, который вы используете, бесполезен. То есть самое главное – это коммуникации. Да, да, это действительно самая главная коммуникация с разработчиками. А потом тогда нужна презентация, как улучшить эту коммуникацию с разработчиками. Но это уже отдельная тема. Джора, вы когда-либо использовали ваш подход в реальной жизни? Да, я использую его каждый день. Большое спасибо. Так много вопросов. Это мой коллега, который работает со мной в этой компании. Он просто шутит надо мной. Завтра увидишь это. Вы сказали, что у вас много критичных дефектов. Чтобы просто уволить разработчиков? Нет, я пошутил. Да вы согласны, что это наша вина, потому что мы виновны в создании этих важных дефектов. Вы имеете в виду, кто виновен – разработчики или тестировщики? И те, и те. Но на самом деле мы не ищем человека, который виновен или какая-то команда, потому что мы ретроспективно что-то учим. Какой мы урок извлекаем? Если мы проверяем какие-то вещи, или это команда Scrum Team, или это Scrum Master. Потому что никто не задал вопрос, а что нам нужно делать за пределами этой деятельности, как это улучшить? Спасибо. Добрый день. Это такой подход, вот этот аэристический, применим к крупным системам. У меня сотни разных тестов проводятся. Применимо ли это? Как определить конкретную конфигурацию, которая повлияет на набор инструментов для тестирования? Данный подход, да, в моей практике мы пытаемся применять к большим Scrum командам, когда в команде один или два тестировщика, и это работало. И каждый имеет свой набор историй и определяет, что необходимо сделать. Опять-таки, это был Scrum проект, это не проект Waterfall. Я пыталась это делать в Waterfall, но мы обсуждали, это применялось в подходе Waterfall. Это было очень полезно с моей точки зрения, это было эффективно, полезно, и я считаю, это можно применять. Есть у нас еще время? Наверное, последний вопрос. Извините, но я дам микрофон девушке. Добрый день, спасибо большое за презентацию. Вы сказали, что тестирование частей приложения, которые не относятся к вашей компании, которые делаются другими компаниями, это может вызвать проблемы. Как вы предлагаете заниматься отладкой? Да, у нас бывают проблемы с инструментами разных организаций, особенно со всякими оплатами, обработкой платежей и так далее. Есть много разных вариантов, опций, да, это обсуждалось. И нужно пересмотреть договоренность с вами, это первый шаг. И они начинают просто улучшать тестирование. Мы даже не планировали ничего. Мы просто сказали, мы начинаем пересматривать, потому что тут много всяких дефектов. Но это можно сделать разными способами. Во-первых, самое главное, это коммуникация с этими заказчиками. Нужно общаться чаще, а не просто получить от них ПО. А самое главное, это коммуникация. Это самый ключевой момент. Да, конечно. Но почему вам всем нужно, насколько я услышала, вы предлагаете изменять этих заказчиков? Ну, это просто такой диалог у нас будет. Да, нам нужно изменить этих заказчиков, но это невозможно. Они иногда уникальны. Если не будет больше заказчиков, которые производят такой код, тогда пообщайтесь с ними, скажите им, что вот есть какие-то вопросы. Если хотите, мы для вас проведем тестирование. Мы выделим человека, но это не будет фиксированная цена, это уже будет другая цена. Есть очень много разных решений, которые на более высоком уровне нужно решать. Иногда мы начинаем решать эти решения. Иногда на более высоком уровне руководство принимает эти решения. И что вы сделаете? Вы проведете тестирование, найдете миллионы дефектов и будете счастливы, потому что много времени провели. Нет, вы не будете счастливы. Но вы можете проверять интеграцию с вашей стороны. Да, безусловно, интеграцию. Но иногда люди проводят тестирование, и я это вижу регулярно. Допустим, они это делают, потому что интеграция API или iFrame, и люди проводят тестирование со своей стороны. То есть мы не проверяем нашу API, как она интегрирована, а проверяем их API, потому что она настолько плохая. Но вы не знаете, что тестировать, что ожидается, потому что у вас документация для их системы, что ожидается, каков объем, размер, каковы значения, что у них есть в значении. И у нас нет этой информации. Но вы можете просто получить smoke field с другой стороны и сами это проверить. Они это не дают. Поэтому я говорю, что коммуникация – это самое главное, но иногда коммуникация – это очень сложно. когда обращаешься к их тестировщикам и менеджерам, говорят, да, эти парни, эти тестировщики, пусть они с ним свяжутся. А этот парень называется что-то безопасность работы, и этот парень, если даст вам информацию, будет уволен. И вот эта вот безопасность – это то, что нас убивает. Вот в чем состоит проблема. Проблема не на уровне руководства, а именно на уровне человека, который печется за свое рабочее место, даст его сохранить. Какой вопрос был у нас самым лучшим? Я уже забыл тех, кто задавал вопросы. Может быть, мы попросим их привстать? Или вам не нужны майки? Не нужны майки? Давайте проголосуем, наверное. А как нам устоять голосование? Мне сложно принять решение. Я думаю, последний вопрос, потому что только этот вопрос я запомнил. О, окей! Спасибо, Людмила! Спасибо за сегодняшнюю возможность.